Разбег Необъяснимое небо Между двумя берегами Прошлых и будущих где-то С высоты океана безбрежного Жизнь как будто ясна и проста И зовет, и волнует по-прежнему Высота, высота, высота Пап, Михалыч опять с нами полетит? Да, контролером А Серега, значит, старым будет? Как контролер, он летит так, для бумаг А на самом деле, это один из последних его рейсов Неделю через две сядет на землю Серегу все равно полетит? Конечно Слушай, ты меня за это утро уже третий раз спрашиваешь про Серегу Пап, он хороший парень Михалыч говорит, что и, по-моему, и пилот тоже хороший Ну, не знаю, что Михалыч в нем нашел Как пилот, посмотрим А как парень, он меня совершенно не волнует Ладно, не обижайся ты на него Он просто пошутил Только шутки у него дурацкие Да нет, просто ты шуток этих не понимаешь Я-то все понимаю, а вот он Пап, останови меня, пожалуйста, у центра торгового Ну и смотри, ты там недолго Ночью в рейс, надо выспаться О, дорогой Покупай, дорогой Очень дешево И как раз по твоему размеру А побольше на два размерчика На два размер О, как раз, смотри Как раз на тебя О, померь Это же тот же размер Так она же тянется Смотри Эй, ты же говорил, тянется, она рвется Ты же порвал Плати Сейчас Сломал Сломал Порвал Порвал Совсем порвал И не заплатил деньги Здравствуйте Здравствуйте Вот так встреча Аня, познакомься Это наш второй пилот Сергей Привет А это? Это Аня Водички хочешь? Не хочу Спасибо Не надо А мороженого? Мне мама говорит, что у меня еще горло с конемпросом О, да А где твоя мама? Вот Вот она какая твоя мама Красавица Да Она очень красивая Да И папа, наверное, у тебя красивый Мой папа? Нет у нас никакого папы Мы одни Давай шкафу А может кафе? Я вас приглашаю? Да Ну что, пойдем? Угу Да? Пойдем Кушай давай, пока мама не видит Ругаться будет А мы ей ничего не скажем Я сейчас это унесу, а ты скажешь, что еще первой не доела Аня Попались мы с тобой Аня, что это такое? Это не я, мама Это не она, это я во всем и давать Сереж, не надо ее баловать Я потом с ней не справлюсь Хорошо, хорошо Пожалуйста, по чуть-чуть, хорошо? Угу, хорошо Хорошо Кстати, извини, что я про папу Просто кольцо у тебя на руке увидел А, это пересенек все время переворачивается Великоват А ты каким судьбам здесь? Да я хотел из одежды что-то подобрать Я в Москву с одной сумкой приехал Одни джинсы, одна футболка А ты что-то дочки искала? Угу Ну, только пока мы ничего не нашли Да? А с одной сумкой почему? Ты кочевать привык? Ну так, пришлось помотаться Здесь, может, хоть немного задержусь Ну а что же так пессимистично? Да что-то не складывается у нас с командиром Боюсь, не сработаемся Нет, подожди, подожди Он очень хороший, правда Просто он никак не может привыкнуть Потому что ему пришлось уйти из испытателей Никак не может с этим свыкнуться Тем более Я ж тоже истребитель Хоть сейчас за штурвалы в бой Должны бы понять друг друга Я вот что тебе скажу Он, конечно, человек сложен Это правда, но настоящий Все будет хорошо Мне кажется, он с мамой поделится А ты сказала спасибо? Угу Дядя Сережа сказала? Угу Ну вот, мы и пришли Спасибо большое, что... А он зайдет к нам чеку попить? Ха-ха-ха-ха Ну, вообще, это неплохая мысль Спасибо Да уже до рейса немного Мне надо форму погладить, побриться Ну, нет, так нет Лучше, когда из рейса вернемся Пойдем опять мороженое есть Договорились? Угу, договорились Договорились Ну, ночью увидимся Я имею в виду перед рейсом Пока Пока Счастливо Крупные вещи можно подсидеть Стоп, куда это мы с такими немаленькими коробочками? А, понимаете, здесь очень хрупкий груз И мне даже на регистрации дали специальную наклейку Вот, дали А где она? А, отклеилась, понимаете Бумага вощеная Вот, а вот здесь осталось Вот, 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 видите Очень хрупкий Да-да, я вижу Давайте так Спускайте пока вниз Пусть все рассядутся Потом ваш хрупкий груз куда-нибудь пристроят Иначе забросают сумкой Спасибо Разрешите Аккуратно Извините Разрешите Привет Боже мой Сам второй пилот Сергей Васильев Как дела, Сереж? Отлично Ну что, сегодня будем опять горящий самолет сажать? Нет, вот сегодня не будем Почему? Сегодня меня Михаил за штурвал не пустит, факт Так что придется с вами Тележками управлять Роды принимать Сердце колоть Что там у вас еще по программе? А, еще Пассажиров колотить Вот, это всегда, пожалуйста С особенным удовольствием Марусь Ау Привет Привет, Наташа Пойдем там, Вале поможем Ты, кстати, успел привести себя в порядок? Как видишь Пойдем, пойдем Ну, а я пока кофейку Чтоб зря не стоять Что-то этого давно не видно Васильева, соскучился? Страсть А может и вправду его к бортпроводникам определить? Я тебе определю Летать он будет Здесь А мое мнение тебя не интересует? А потом Здесь Ну, так что там у тебя за мнение? Не нравится он мне Чем? Ну, не знаю Не нравится и все Тогда знаешь что? Он не девка и не червонит Чтоб всем нравится А знаешь, я тебе скажу, чем он тебе не нравится Хочешь, скажу? Ну Вот тем-то он тебе и не нравится Что летать он сначала будет здесь А потом здесь Добрый вечер, дамы и господа Добро пожаловать на борт самолета Авиакомпании Аэрус С вами говорит старший бортпроводник Стебельцова Наталья Обратите внимание Что правила безопасности полета Требуют, чтобы ваша ручная кладь была размещена Под сиденьем впереди стоящего кресла Полки над вами предназначены Для верхней одежды и легких вещей Аварийные выходы и проходы Должны быть свободны от ручной клади Послушай, Игорь Ну это неизбежно Летать до могилы нельзя Это точно Рано или поздно Все мы приземлимся Так что не устраивай истерик Никаких истерик я не устраиваю Не ревну и И относись к нему Нормально Поднимите пожалуйста спинку кресла Наташа, а о чем вы с Серегой так мило беседовали? Что за секреты такие? Столик уберите пожалуйста Да нет, интересно просто Столик уберите пожалуйста Присоединитесь пожалуйста Спасибо Присоединитесь пожалуйста А что тебе так интересно, Марусь? Не хочешь, не говори Столик уберите пожалуйста Поднимите пожалуйста спинку кресла Сумку уберите пожалуйста Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту лайнера авиакомпании «Аэрус». Мы совершаем рейс Москва-Бишкек. Время в пути. Четыре часа десять минут. Командир. Ну, я пока командир. И, скажешь, Михалыч не против. А, Михалыч, ты не против? Нет-нет, я не против. Ну, тогда будем считать, что это была хорошая новость. Ну, объявляй в лохую. Дайте угадаю. Ман нас не принимает. Ну, ты там накарка еще. Молодец. Ты выиграл главный приз сегодняшнего дня. Прекрасно. Да что ж такое, а? Ну, что, как обычно, что ли? Ну, да. С гор спускается туман. Кто ж там додумался аэропорт построить? Где запасной? Вот, в древнем городе Чемкент. А почему не в Алмаке? Потому что вынуждена стоянка там гораздо дешевле. Учитесь. Молодец штурман. Думает об интересах компании. Михалыч, ты в двух шагах от пенсии. Тебе сдалась эта компания? Все равно. Как выходные провел? Нормально. Нормально? Что делал? Где был? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Прости. Где был? Да я только до Лужников и добрался. Лужники. Кстати, там Наташа живет рядышком. Мог бы в гости зайти. А мы встретились. Да? Мог бы и зайти. Но, честно говоря, как-то неудобно. Мы едва знакомы. Маруся, хватит болтать. Посмотрю, у тебя вызовы горят. Доваренька чаю хотят. Серега, а что с ней? Не знаю. Бишкек-центр. Аэрос-1220. Здравствуйте. Случаем вас хорошо. Манас закрылся по погодным. Стало быть, запасной Чемкент. Через 15 минут расчетное снижение. Бишкек. Аэрос-1220. Снижение разрешаю. На 4,500. С Чемкентом 1,2,4,0. Аэрос-1220. Приступаю к снижению на 4,500. С Чемкентом 1,2,4,0. Чемкент. Подход. Аэрос-1220. Вам на запасной. Погоду имею. Прошу снижение и условия посадки. Чемкент. Аэрос-1220. Снижение на 2,100. Работайте с кругом 1,1,9,6. Курс посадки 2,8,1. Давление 650 миллиметров. Аэрос-1220. Занимаю 2,100. На 2,100 с кругом 1,1,9,6. Посадочный 2,8,1. Эх, самолет летел, колеса терлись. Вы не ждали нас, а мы приперлись. Эх, хе-хе-хе. Порт-инженер, к пульту. Есть. Ээ, что читаем? Не составите компанию? Вы с ума сошли? Дамочка. Простите, это вы мне? Вам, вам. Вы нас пристегнулся заставили. Мы что, снижаемся? Да, наш самолет снижается. Да, и через сколько мы сядем? Примерно через 20 минут. Отлично. Летим с опережением графика? С небольшим. Правда, в другой аэропорт. Что значит другой? Вот об этом я сейчас собиралась сделать объявление. Прослушайте его, пожалуйста, внимательно. Уважаемые пассажиры, к сожалению, из-за сильного тумана аэропорт Бишкеки отказал нам в посадке. Мы вынуждены будем приземлиться в Чумкете. Как только погода улучшится, мы продолжим наш пролет. Спасибо за внимание. Чумкент руление. Аэрус 12-20. На стоянке. Прошу прислать автобус для высадки пассажиров. Аэрус 12-20. Подождите. Чего ждать-то? Пока мы здесь все изжаримся, что ли? Аэрус 12-20. Когда объявят выход, мы вас обязательно пригласим. Сядьте, пожалуйста. Девушка, мы три часа сидим. Можно ноги размять? Вы не могли бы дверь открыть? Тут духота такая. Да, мы откроем двери, как только подадут трап. Может, вентиляцию включите? К сожалению, мы не можем. Она работает от двигателей. О, черт, а! Да выпускайте нас скорее! Теперь я могу пользоваться телефоном? Конечно, мы же прилетели. Прилетели они. Что тут со связью? Я не знаю, у меня нет мобильного телефона. Связи никакой. И когда нас выпустят отсюда? Как только подъедет автобус. И когда его подадут? Это зависит от службы аэропорта. Ну тогда пойдите и поторопите их. Конечно, я сейчас так и сделаю. Я сказала что-то смешное. Ничего смешного. Ну, дорогая моя, представьте себе, как эта милая, крупкая девушка будет торопить службу аэропорта. А это их забота, между прочим, а не моя. У меня есть своя работа, и каждый должен заниматься своим делом. И я вам, между прочим, недорогая. Жаль. Но согласитесь, все-таки во всем должен быть здравый смысл. Здравый смысл. Где вы тут видите здравый смысл? Это сумасшедший дом какой-то. Великая женщина. Ну, дурдом какой-то, а? Михалыч, что за ерунда, а? Послушайте, надо высадить людей. В салоне уже дышать нечем. Сынок, у нас не легче. Они скоро бунтовать начнут. Серег, мы пытаемся разобраться. Помоги в салоне хоть чем-нибудь, а? Ну, чем смогу, Михаил Михайлович. Только их там много. Целый самолет. Да что ж это такое-то, а? Ну, здесь же дети! Взрослым и тонем богатым! Когда вы нас выпустите! Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Экипаж делает все возможное. Как только мы получим какую-то информацию, мы вас обязательно оповестием. Какую к черту информацию? Дверь откройте! Как она открывается, черт возьми! А ну-ка, сядь на место! Чего? Сядь на место, я сказал! Сядь! Да что это за безобразие? Как вы с пассажирами разговариваете? Значит так. Вижу, что вам жарко. Нам, экипажу, тоже жарко. Как только дадут добро, мы вас выпустим. Когда дадут? Тихо! Я говорю! Дайте человеку сказать! Но если кто-нибудь из вас попробует своими ручонками что-нибудь открыть или оторвать, пеняйте на себя. Почему дверь-то нельзя открыть? Сначала ты сам дверь откроешь, потом сам вниз головой прыгнешь, потом другие найдутся. Они всегда находятся. И что? И что? И что, я спрашиваю? Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Послушайте, а вы где-то парень? Совершенно прав, а? Это ведь типичная клиническая картина, милочка. Я вам не милочка. Не знаю, в чем он там прав, но мне скоро станет плохо. Тогда я как врач просто обязан проверить ваш пульс. Чемкент руление, Аэрус-12-20, дайте высадку. Мы уже полтора часа стоим, у меня пассажиры изжарятся. Аэрус-12-20, у ваших пассажиров нет разрешения выходить на территорию Казахстана. Самолет направляется в Киринстан. Вы представляете, какая температура на борту? Ну, подгоните хотя бы кондиционер. Не могу. Чемкент руление, Аэрус-12-20, говори, старый пилот. Я гарантирую вам, что компания оплатит все услуги. И все равно не могу. Подожди, Михайлович, подожди. Чемкент руление. Говорит штурман Аэрус-12-20. Скажите, не ваш ли я голос слышал на подходе? Или я обознался? Ой, но какое это имеет значение? А на посадке? Тоже мой. Ага. Скажите, уважаемый, а кроме вас в аэропорту есть еще кто-нибудь? Комендант? Что за комендант? Вы имели в виду смены начальника аэропорта? Нет, комендант. Он за парадок отвечает. Охрана. А начальник-то где? Спит. Дома? Женой? Как спит? Я ничего не понимаю. Что за... Михайлович, Михайлович, не задавай слишком много вопросов. Ты видишь, ты нервируешь диспетчера. Скажите, уважаемый, если я вас правильно понял, кроме вас в аэропорту никого нет. Комендант еще? А кроме коменданта и охраны есть кто-нибудь? Нет. Значит, все эти прекрасные люди видят сейчас третий сон под боком у своих ласковых жен. Так? Так. Все ясно. Михайлович, все предельно ясно. Нет, Борисович. Только не говори мне, что я старый еврей. Просто я умею доходчиво и правильно задавать вопросы. Так, подожди. Игорь, даже не думай. Пять часов утра. Начальство он будить не будет. Плевать, я хотел на его начальство. Игорек, он и так дергается и чует мое сердце. Если он был с нами при посадке, то он будет и при взлете. И не нужно его нервировать. Одну минуточку. Девушка, это все-таки не экономический, а бизнес-класс. И сейчас я хочу получить воду. Простите, пожалуйста, нам действительно не могут принести воду. В аэропорту никого нет. Что, вообще нет воды? У нас осталось две бутылки. Принесите мне одну бутылку. Да, но там… Там не платили такие деньги. А я платил и имею право на комфорт. Хорошо. Бутылку вам не обещай, но стакан принесу. Что тут, Наташа? Уже все в порядке, спасибо. Ну, завислишь-то. Сейчас принесу. Пожалуйста. Вы знаете, она просто хотела вам сказать, что там в салоне дети. Я заплатил большие деньги. И если я прошу стакан воды, то это не значит, что я требую что-то сверхъестественное. Что вообще положено в бизнес-классе? Вы ведь первый раз летите бизнес-классом. Какая разница? Понятно. Когда жлоб попадает в бизнес-класс, лучше он от этого не становится. Послушайте, следите за языком, а то я не посмотрю на то, что у женщин. Друзья, ну что в самом деле? Ну, успокойтесь. Как можно качать права, когда страдают дети? Что вы говорите? А у вас есть дети? Странный вопрос. Командир, на борту заканчивается вода. Откройте верхние двери, может быть, чуть-чуть полегче станет. Хорошо. Бортинженер, выпустить передние и задние трапы. Да, и поставь бортпроводников, чтобы никого из пассажиров на поле не понесло. Проследи. Есть. Поставить бортпроводников и выпустить передние и задние трапы. Только я, вообще-то, бортинженер. Ничем здесь не легче. Кто им не больше не слышит? Бортпроводников Ничем здесь не хоровится? Ничем здесь не будем. Так, идем дальше. Нет, мы중ennes algun самой ız custody останешься. и Lastly cũ ichen И Два Я тебе сейчас покурю. Уши уже опухли. Я в дверь. Да им в салон потянет. Все это нюхать должны. Слушай, кто ты такой, чтобы у тебя все слушались? Второй пилот. Второй пилот. Пилотировал бы лучше. Давно бы дома были. Вы нам воды принесете или нет? У нас осталось всего две бутылки воды. Больше нет. Предлагаю отдать их женщинам с маленькими детьми. Им хуже всего. А мы потерпим? Потерпим, а? Другие предложения есть? Сергей, ну вы просто находка для экипажа. Нет, ну а зверели они там что ли, а? Чимкент руление, Аэрус 12-20. Вы там за погодой-то в Монасе хоть следите. Так только туман в Монасе сойдет, сразу залетите. Пошли, Михалыч, посмотрим, что там за дурдом. За старшего остаешься. Есть, командир? А ты о профессии бортпроводника не задумывался? Спасибо, Марусь. Смотри, как он летать хочет. Его аж трясет. Ну, допустим, не трясет. Но без крыльев я действительно как калека. Больше нет бутылочек? Может, там какие-нибудь капельки остались? Ничего-ничего. Нашла. Есть? О! Михалыч, скоро приземлиться, тогда и полетаешь. Угу. Несправедливо. Который раз уже этим контролером летит. А героя-пилот к нам отправляет. Правда, Сереж? Вот-вот. Интересно, кого он контролирует? Может, Волохов? Не сдал, Волохов, наверное, с первого захода. Успокойся, Сереж. В следующий раз тебя будем контролировать. А Игорь полетит в бизнес-классе. Вы что себе позволяете, а? Шутка. Расслабься. Плохая шутка. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, что за безобразие? Родители, что вы здесь устроили? Товарищи, ну, сохраняйте, пожалуйста, человеческое лицо. Ну, вот из-за чего вышла ваша ссора? Ну, ведь не из-за чего. Просто все мы устали. Всем нам жарко. Замолчи, урод. Как ты так, уважаемый человек, назвал шейтан? Так, все, ты мне надоел. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. Не надо драться. Не надо драться. Тихо, тихо, тихо. А ну, прекратите. Что тут случилось, а? Ишь ты, еще раз такое повторится, отправлю вас в местный обезьянник. Ясно? Позовите лучше этого второго пилота. Он как-то быстро все всем объясняет. Какого второго пилота? Ну, второго. Друзья мои, ну, мы же не звери, а? Эй, тебе, тебе, иди сюда. Слушай, сгоняй-ка за водичку. Стоим, не выходим. Ща, конца нашел, что ли? Сторожно. Нормально все. Как лифт. Будь человеком, сходи за водой, а? Три бакса даю за каждую бутылку. Сбегай, пожалуйста. Сгоняй. Ну, и сколько тебе надо? Сколько принесешь, за все заплачу. Держи. Может, я и жлоб, но напою весь самолет. Командира корабля просят пройти в кабину. Так, неужели распогодилось? Пошли, надо валить отсюда. Маш, закрывай двери. Подожди, тормозни, командир. Я заряжал. Вон уже нам воду несут. Командир, двери закрыты, пассажиры пристегнуты, взлеты готовы. Третья и четвертая запущены. Чехлы, заглушки, штыри на борту. Займи свое место. Неужели взлетаем? Похоже. Не каркай. Айрус 12-20, разрешите руление. Айрус 12-20, руление разрешаю. По четвертой через первую. По четвертой, налево к первой. Понял вас. Бортинженер, карту в управлении. Проверю. Проверено. Суд переключен. Подтверждаю. Подтверждаю. Десетомеры на нуле. Подтверждаю. Ноль, подтверждаю. Курс к взлету готов. Струйная защита отключена. Аварийные предупредительные сигналы. Не горят. Подтверждаю. Чемкент старт, Айрус 12-20. Разрешите исполнительный. Айрус 12-20, исполнительный разрешаю. Айрус 12-20, я исполнительный разрешите взлет. Айрус 12-20, взлет разрешаю. Экипаж взлетаю. Двигатели на взлетной. Двигатели на взлетном. Параметры в норме. Скорость 60. 110. 150. 170. 200. 250. Безопасное. Командир. Убрать шасси. Шасси убраны. Выключить, убрать фары. Фары выключены, убраны. Да, я тоже это читала. Но есть продолжение. Айрус 12-20 вызывает Бишкек-центр. Айрус 12-20, слушаю вас. Здравствуйте. 4 500 из Чемкента. Расчетное время прибытия к вам 15-30. Прошу набор 8-100. Айрус 12-20, набирайте 8-100. Набор 8-100 доложит. Управление справа. Старшему бортпроводнику пройти в кабину. Управление взял. Набор 8-100, курс 14. Как там обстановка? Ну, все немножко подуспокоились. Хотя отсёгивать их не стоит. О, потому что очень накалено всё. Ну, не будем табло гасить. Ну, а чего его гасить? Через полчаса уже сядь. А этот наш новый, второй-то, чё там делал? Ой, он такой молодец. Если бы не он, мы бы с пассажирами не справились. Он так ловко вообще. Ну, ты там присматривай за ним. Ай, зараза! Командир ЧП! Нечтатная ситуация. Гена, все параметры в норме. Норма? Ну, объясни толком, что происходит? Что? Пчёлы! Какие пчёлы? Которые кусаются. Ах, ты столько! Зараза, через трубку... А? А, прокусила! Это тоже входит в услуги бизнес-класса? Простите, пожалуйста. Пойдём, там их нет. Ай, зараза, прокусила через юбку. Как я умудрилась на неё сесть, а, Наташ? Мамочки, сколько их тут. Ты что, Наташ, закрой? Сейчас вообще щели налетят. Что тут такое? Пап, закрой! Ну, ты что? Мать честная, ребята, они везде, слышишь? Укусила гадина всё-таки. Что, больно? Нет, приятно мне очень. Вы, зря так, между прочим, переживаете. Это дело в том, что пчелиные укусы, они даже полезны. Они кровообращение активизируют. Ну, конечно, если аллергии нет на них. Откуда я знаю, есть у меня аллергия или нет аллергии? Минут через 15 знаю. А? 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 А чёрт, что за рейс такой? Одни на пасти. Что там происходит? Что происходит? Не Михалыч, воль, я туда не пойду. Нужна мне эта изжога. Нужны мне эти приключения. О, командир, заходи. Кена, двери, двери. Кен, двери закрывай. Михалыч, сколько осталось? Через пять минут начинаем снижаться. Там пристёгнуты? Ой, да какой дьявол и пристёгнуты. Давайте садиться быстрее. Так. Чёрт, а. Убери-ка руку. По ребору видишь? Этим глазом уже нет. Второму пилоту пройти в кабину. Ты что делаешь? Я могу вести самолёт. Здесь я. Двери! Да с этой стороны. Двери закрой. Совсем парня зашугали. Садись, Серёг. Михалыч, здесь командир. Я, между прочим. Командир, сигнализация сработала. Пожар в третьем салоне. Ох, ё! Сергей, занять место первого пилота. Управление справа, контроль слева. Гена, пошли. Есть. Закрывай быстрее! Сядешь ты ещё однажды в это кресло. Сядешь, как пить дать сядешь. Только, Игорь, не дразни. Умерь своей амбиции. Потерпи немного. Вы шо делаете? Курить запрещено! Курящие! К туалету! Спасения нет, а тут ещё вы надылили. Ничего себе! А звери ли совсем? Хватит вам курить! От пчёл спасения нет, а тут ещё вы надылили. Дышать нечем! Надо курить. Пчёлы дыма боятся. Курить бестолку. Им отсюда улетать некуда. По щелик забьются. Хоть кусать не будут. Не забьются. Они без улья. Лучше сидите и не двигайтесь. Пчёлы не любят, когда на них руками машут. А если не делать резких движений, пчёлы жалить не будут. Слышь, у меня дома на соседнем рынке такую траву продают, что если бы мы все её тунули, они не только бы по щелям забились, но и хихикали бы часа четыре. Да? А у тебя с собой её нет? Нет, я не курю. Жалко. А ты стал быть пчеловод, да? Да. Причём известный в определённых кругах. И пчёлы твои? Да. Очень перспективный вид. Да, я думал, хороший человек оказался пчеловод. Знаешь, жалко, здесь руками махать нельзя. А то б я испортил тебе твой перспективный вид. Алё, уйдите! Алё, уйдите! О, вот они, смотри. А, Марусь так и бьётся. Вы позволите? Значит, вы врач? Я не просто врач, я психиатр. И знаете, вы меня заинтересовали вначале. Ну, с точки зрения профессионала. Вы что решили, что я сумасшедшая? Ну, такое невротическое у вас было состояние. Но, вы знаете, это всё очень легко корректируется. И самое главное, знать причины этого. А что тут знать? Сумасшедшая работа с утра до вечера, карьера и полное отсутствие личной жизни. Вот вы сюда по делам. А я на конференцию. А вы? А я в командировку. Вы первый раз в этом городе? Да. Вы знаете, я тоже. У меня к вам есть одно деловое предложение. Давайте как-нибудь вечерком вместе осмотрим этот город. А где все наши? Да куда-то разбежались, не видел никого. А тебя что, совсем не укусили? Укусили, только я не покажу куда, ладно? Ладно, я догадался. Вон они идут. О, ну что, подождём остальных здесь? Ухо. Ухо. Слышишь, а твой рынок, он далеко? Далеко, а? Да я сам и сам Арканд. Сюда по делам приехал. По делам. Слушай, а ты, ты Бишкек хорошо знаешь, а? Может вечером зажжём не по-детски, а? Зажжём? Ну как, Михалыч? Ну, дети мои, поняли теперь, что всё ерунда, кроме пчёл. Поняли. Да, этого Кириленко за одно место надо подвесить, причём надули им. Да вы ещё тот раз обещались его придушить, за ту беременную. Слышишь, Михалыч, а смотри, у этих появилось что-то родственное. Ну, ладно. Мамандир, вы извините, шутка неуклюжая получилась. Надеюсь, она не повлияет на нашу дальнейшую работу. Игорь, у тебя извинения просят официально. Извинения принимаются. А дальше посмотрим. Ладно, всё, пошли отсюда. Ухо красное. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...